Для начала просто приведу факты. Рост российского рынка платного телевидения продолжается. И по данным исследовательских компаний в 2011 году он составил в среднем 21%. Число абонентов спутников в платформе увеличилось на 41%, кабельный сегмент вырос на 7% и количество пользователей IPTV выросло аж на целых 142%. Цифра такая достаточно пугающая, но в абсолютных масштабах рынка доля интернет-телевидения выглядит куда более как скромно, вы видите, всего 6%. В абсолютных величинах рост по каждому сегменту состоял 1 миллион кабельных операторов, 2,6 миллиона спутниковых и 0,9 IPTV. В целом распределение пользователей по сегментам рынка выглядит следующим образом. Кабельное телевидение 49%, спутниковое 45% и IPTV 6%. Что касается спутникового сегмента рынка, то 86% это действительно Триколор ТВ, дальше 7% это компания НТВ+. Дальше у нас идет Орион Экспресс, Радуга ТВ, Актив ТВ и прочие абоненты. Эксперты сходятся в главной своей мысли о том, что в ближайшие годы рост платного телевидения в России не остановится, не замедлится. Мне бы хотелось немного сказать о IPTV. Темп просто интернет-ТВ во многом зависит от наличия инфраструктуры широкополосного доступа в интернет. И наша страна, она отличается не только менталитетом, но и какими-то географическими вещами, потому что мы все прекрасно понимаем, что в настоящий момент ШПД доступны жителям Москвы и еще нескольких крупных мегаполисов. И, к сожалению, операторы интернет-телевидения способны раздавать сигналы сейчас только в рамках своей локальной сети, и IPTV зависит напрямую от рынка доступа в интернет. Поскольку интернет-провайдеры борются сейчас даже не за конкретные микрорайоны в городах, а за каждый подъезд, IPTV-телевидению приходится играть по тем же условиям. Исходя из этого, мы прогнозируем, что в 2016 году произойдет слияние сегментов кабельного телевидения и IPTV. По прогнозу, по нашему спутнику телевидения будет составлять 53%, кабельное – 47%. О чем хочется сказать? Хочется сказать о том, что сейчас все больше зрителей отказываются от классического линейного контента, и в настоящий момент это уже не оспоришь. Мы все являемся свидетелями того, как люди пользуются интернетом и смотрят телевидение тогда, когда им хочется, в том количестве, в каком им хочется, и те программы, которые им интересны. Поэтому в настоящий момент у операторов есть несколько путей развития, и основной путь, конечно, это увеличение объемов контента и увеличение качества контента. Но основной момент заключается в том, что количество и качество уже будет недостаточный, и акцент нужно делать на внедрение дополнительных услуг и дополнительных сервисов. Часть этих новых сервисов действительно потребует каких-то инновационных технических решений, поэтому уже в 2012 году должны появиться новые линейки оборудования, позволяющие абонентам с помощью жесткого диска и канала обратной связи получать дополнительные сервисы. И вот значительные возможности для роста отрасли в целом, и конкретно мы рассматриваем для компании Триколор ТВ, заключены в актуальных западных тенденциях. Например, операторы спутникового телевидения на Западе активно воплощают в жизни концепцию персонального телевидения. Для себя мы назвали ее мультиром, суть которой состоит в том, что абонент может смотреть выбранный контент на любом устройстве, будь то телевизор, мобильный телефон или планшетный компьютер. Технологии активного действия с получаемым контентом приближают современное телевидение к интернет-серфингу. Данный вид услуги востребован молодежью, и это действительно так, мы с вами переживаем тот момент, когда происходит смена поколений потребителей телевидения, и будущее поколение, оно немножко по-другому смотрит на взаимодействие с нами, как с поставщиками контента для себя. Основная идея будет заключаться в том, что технологии интерактивного взаимодействия, они с получаемым контентом позволяют нам запускать нелинейное телевидение. Доступ абонента к продукту в любой момент, из любой точки и с любым качеством сервиса. Я хочу немного ответить на вопрос Яны, может быть я забегаю вперед в отношении рекламы. Мы должны понимать, что когда мы говорим о рекламе, в первую очередь мы должны получить возможность техническую для себя, предоставить абоненту контент либо с рекламы, либо без рекламы. Если технический провайдер способен обеспечить доступ абонента к контенту без рекламы, то он должен взять с него денег. Если провайдер не может обеспечить абоненту доступ к контенту без рекламы, то, соответственно, абонент платит тем, что смотрит рекламный материал. Вот вся математика. Поэтому это чисто технические вещи, к которым я думаю, что в будущем все операторы придут. Мы, наверное, первая компания, которая в России, которая пытается абонентам предоставить возможность потребления градированного контента. Я сейчас говорю о дополнительных сервисах. Не случайно остановилась до рекламы. Компания Триколор ТВ предоставляет абонентам возможность пользоваться, например, сервисом кинозала. Это просмотр условно киноканалов в режиме онлайн без наличия рекламы. Это первый шаг. Второй шаг. Мы первые начали работу с поставщиками контента, с производителями контента. Я имею в виду сейчас телеканалы. С точки зрения коммерческих условий мы используем нашу внутреннюю, скажем так, рейтинговую панель, которая позволяет выстраивать финансовые взаимоотношения с телеканалами, у которых есть реклама и у которых нет рекламы. Тем самым давая возможность и более льготные условия представителям, производителям контента, которые производят, скажем так, более высококачественные вещи. Мы стараемся в настоящий момент в 2012 году планируем провести градацию между нишевыми каналами с точки зрения тематики. Это сейчас активно на себе ощущают представители телемагазинов. То есть запланирован целый ряд мероприятий, направленных на то, чтобы контентная политика компании «Триколор ТВ» была не только с точки зрения дискаунтера, но и с точки зрения компании, которая стремится предоставить лучший продукт. Компания «Триколор ТВ» первая из операторов включила в свое контентное развитие региональное направление. Мы его будем продолжать развивать. К сожалению, в настоящий момент российское законодательство не подготовлено для этой работы, но оно меняется. Я надеюсь, что в ближайшее время вместе с Роскомнадзором мы учтем все юридические нюансы и будем делать это более легитимно. Но региональное направление, еще раз повторюсь, мы будем развивать, потому что считаем, что каждый абонент должен получать ровно тот контент, который ему интересен. И, конечно, в регионах местное вещание очень важное. Что касается бизнес-модели, то сейчас достаточно сложно спрогнозировать рынок, потому что наша аудитория, я имею в виду российских абонентов, она действительно имеет свой мобилитет, воспитанный на бесплатном телевидении. Но, с другой стороны, мы за 6 лет работы компании «Триколор ТВ» воспитали собственного абонента, и теперь мы можем моделировать ситуацию. Мы считаем, что рекламная модель будет достаточно успешно развиваться. Именно поэтому компания «Триколор ТВ» в 2012 году запускает собственный сервис «Пеплметры», и мы начинаем сами продавать свою аудиторию, продавать рекламу именно на нашу аудиторию. Это позволит оператору сохранять свои какие-то лидирующие позиции, но при этом получить дополнительный доход. И телеканал, он, соответственно, тоже нишевым. Я имею в виду сейчас нишевые телеканалы, которые действительно страдают от отсутствия объема рекламных денег. Ну и в заключение скажу, что темпы роста российского флотного телевидения не уменьшаются. И в настоящий момент платное телевидение мы видим перспективным развитием бизнеса телекоммуникационный в России. Я думаю, что и все операторы со мной согласились. Был период, когда российский рынок контента представлял собой просто набор телеканалов, которые производились непонятно для кого, непонятно для какой аудитории, и как, скажем так, выживали, потому что они действительно выживали. В настоящий момент рынок контента, он становится все более структурированным, и каналы делятся по определенным нишам, они находят своих постоянных потребителей, свою аудиторию, и с ними и операторам становится проще работать. Что касается компании Триколор ТВ, то у нас существует свой способ определения рейтинга каналов среди нашей аудитории, мы знаем нашу аудиторию, скажем так, прямо в лицо, и понимаем, что ей нужно. Мы проводим исследования, мы как оператор имеем доступ ко всем нашим потребителям, и готовы там, и задаем им постоянно вопросы, что хочется им, что они хотят смотреть, в каких количествах, в каком времени. Качество канала, я еще раз повторюсь, не всегда определяется картинкой. Качество канала определяется наполнением и тем количеством контента, которое требует потребитель. Производство может быть дешевым. Потребителю зачастую важно получить объем информации, почему так популярен интернет, и почему так популярны ролики, а-ля сам себе режиссер в Ютубе. Потому что зачастую неважно качество картинки, важно полученная информация. Поэтому нишевый канал, он может быть не очень дорогим с точки зрения производства, но он может иметь определенную аудиторию с точки зрения информации. Что касается рейтингов и продажи рекламы, компания Триколор ТВ первая в России запускает панель, это три полметра на аудиторию, на абонентскую базу Триколор ТВ. Это позволит маленьким нишевым телеканалам продавать свою аудиторию. Да, она не такая большая, как у эфирных телеканалов, но они могут ее подтвердить, и они могут показать, что она есть, что она нишевая, и им требуется реклама именно этого продукта. Мы будем стремиться к персонализации контента и к персональному подходу к каждому конкретному абоненту. В настоящий момент можно четко сказать, что, конечно, у нас существует дефицит контента нишевого и качественного. Я не говорю сейчас о качественной картинке, я говорю о информационном наполнении. И у каждой аудитории, даже самой маленькой, есть свой потребительский спрос. Например, на российском рынке нет телеканала ProBridge, хотя аудитория достаточно большая. На российском рынке нет телеканала, посвященного детям от нуля до девяти месяцев. И все эти вещи, они действительно востребованы, но, к сожалению, они востребованы очень маленькой аудиторией.